здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая привет дорогая моя планета значит возникает вопрос который вы задаете довольно часто что делать если я не успела в прошлом году посадить зимний чеснок ну хочу сказать что кроме зимнего чеснока есть яровой но его очень редко продают может быть только бабушки это продают такие маленькие шклявенькие зубочки чем отличается чеснок зимний от ярового да там все очень просто вот у меня на столе здесь представлен только зимний чеснок а если мы с вами раз возьмем вот трехзубковый обожаю такие зубки если мы возьмем и разломим вот эту головку да семейку эту то мы увидим что у этого чеснока только один ряд зубков вот они три зубка я вам сейчас их покажу вот они три и в середине вот такая жесткая жесткая палочка это бывшая стрелка как вы понимаете а вот у ярового чеснока кроме внешнего венчика есть еще внутренний который вот здесь расположен вот прямо около этого стебелечка и он у ярового чеснока достаточно мягкий в процессе сушки его практически и нет так только хвостик торчит значит этим отличается зимний чеснок и мы говорим зимний чеснок это значит озимый значит он садится осенью но если вы по какой-то причине ну просохатели бывает такое что мы все мы бабы все мы заняты и болезни у нас и дети и внуки поэтому вы не переживайте так сильно в продаже появится вот такой чеснок и тот осенний богатырь и комсомольский все это обязательно появится вы просто значит за недельку до посадки очень рекомендую высаживать его довольно рано надо как только будет готова почва даже если она будет прохладный от плюс 6 градусов до плюс 10 это прохладно это хорошо для лука и чеснока значит вы за неделю до посадки рассчитайте по температуре почвы пожалуйста но всегда это начало мая самое начало мая или конец апреля если весна будет вдруг неожиданной красавицей значит вы разбираете вот эти вот головки на зубки которые я вот тут вам уже раскроила кстати очень вкусный вот этот сорт чеснока значит разбираете вот так на зубчики постарайтесь как можно больше убрать свободных рубашек свободные рубашки это вот цветные рубашки там внутри останется одна вот такая плотная коричневая замочите пожалуйста чеснок сначала в карбофосе на полчаса как минимум значит потом в максиме на полчаса можете не промывать от карбофоса а потом а в прохладе либо это холодильник если будете делать дома либо но вонять будет предупреждаю карбофос он да сохраняет запах лучше если это сделать на даче значит вылейте все растворы оставьте в тазике чеснок закройте сверху какой-нибудь плотной тряпкой и поставьте в прохладное место за три-четыре дня чеснок в прохладе выпустит корневую систему и теперь ваша задача будет заключаться в том чтобы побыстрее его посадить в хороший денек разумеется посадочный пока прохладная почва он выпустит корни и только потом погонит вот это перо все просто но грядку вы должны подготовить к посадке вот такого зимнего чеснока весной за три-четыре недели до посадки и обязательно не забудьте про залу я вас умоляю ему ж ничего такого от вас и не надо больше и одну столовую ложку полного комплексного овощного минерального удобрения на один квадратный метр столовая ложка без верха вот и все что от вас требуется если вы перекопаете залу и забудете про удобрение внесите по перекопанной земле и граблями заделайте то есть выравниваете грядку и у вас удобрение ровно сядет на ту глубину где будут находиться корни чеснока все и в течение двух недель вы будете поливать чеснок два три раза в неделю это тоже обязательно и весенние посадки и то что есть под зимой выйдет требует первое от нас это конечно вода ну мочевинки немножко можно для тех кто зимы взошел но уж коли весной садите пока водой потому что у вас минералка там тоже уже есть ну вот на этом все москва